мур привет друг это зверько и теперь пройдемся комплексно по теме изменения фарма начнем с башен внешние башни убрали эффект в минус 50 процентов урона до 3 минуты теперь вместо защиты щит 4500 единиц однако этот щит будет предоставлять атакующим героям золотой бонус в зависимости от урона нанесенного по щиту сначала сделали один золотой за 10 единиц урона по щиту теперь 08 то есть если ты снес 100 единиц щита получил 8 голды миньоны наносят не более 50 урона по щиту за выстрел но и за это получаешь деньги здоровье башни увеличили было 4000 будет 4500 внутренние башни их физическую и магическую защиту уменьшили с 40 до 20 здоровье увеличили с 4600 до 5500 золото за уничтожение башни было 120 будет 80 башни базы также уменьшили награду за уничтожение было 160 золотых будет 120 золотых бонус золото за убийство героя уменьшен с 70 до 60 а максимальный бонус матче с 400 до 300 золота бонус золото за убийство высокоэффективного героя увеличен на 50 процентов однако будет работать если ваша команда отстает на 2000 золотых немного увеличили получаемый опыт средней и поздней игре теперь конкретно про фарм разработчики стараются разделить старт леса и старт на линии поэтому вводят несколько поощрений и штрафов игра на линии первые семь волн осадные миньоны будут давать специальные эффекты миньоны со стороны появления черепахи будут давать плюс 50 процентов опыта а с противоположной стороны плюс 50 процентов золота начиная с 8 волны перестают даваться эти бонусы ты не запутаешься выбирая сторону при старте боя отображаются направления с подсказками а сами миньоны имеют визуальное отличие баллисты тянут за собой золото или сено и вот эксперимент я добивал только баллисты на линии 7 волн и вот что имеем без учета погрешностей со стороны золотой линии 4 минута 10 секунд 2200 золота и начало 6 левела по уровню со стороны линии опыта 1975 золота и более половины 6 уровня многострадальный мид 1950 золота и начало 6 уровня с основой сравнивать не совсем корректно поскольку там идут несколько волн без баллист но грубо говоря к тому же времени почти 1832 золотых и без четверти 6 уровень сразу могу сказать что динамика фарма линии и леса выросла это увеличит динамику боя со старта и главное изменение по лесу который планируют в обновлении next теперь предметы фарма леса можно будет купить только если в навыках есть возмездие также в опциях можно будет включить отображение здоровья крипов и сколько урона нанесет твое возмездие а нет возмездия нет и лесных предметов гибридный фарм теперь более разделен покупая нож охотника получаешь дебаф на первые три минуты боя минус 30 процентов опыта с миньонов на линии но и получаешь баф в первые три минуты будет плюс 40 процентов опыт за лесных крипов поэтому немножко изменили лесные предметы нож охотника увеличен урон по триппам с двадцати до 30 процентов второй уровень лесного предмета также получил бонус второй уровень лесного предмета тоже получил бонус было плюс 35 процентов будет плюс сорок процента урона по barbar лесные грибы изменения касательно всех лесных крипов базовое здоровье добавили прирост здоровья уменьшили стартовую атаку уменьшили и прирост атаки увеличили. Поскольку бонус от лесных предметов увеличен, уменьшили базовый опыт от крипов. Также уменьшили хп реген всех крипов на 3 секунды после того, как герой выйдет за круг агрессивности. Крабам сместили место спавна и у них штраф к регену 5 секунд. Крипы, которые дают баф, получили сами себе баф. Входящий урон уменьшается на 15% за каждого дополнительного героя, который его бьет. В общей сумме плюс 60% защиты. Как говорится, если хочешь мне помочь, отойди и не мешай. Речной крип спавнится теперь со стороны мида и ему изменили баф, убрали исцеление. Уменьшили реген маны с 2% до 1%, добавили эффект ускорения бега по реке и длится баф 45 секунд вместо 20 секунд. Базовое хп и прирост хп уменьшены на 10%, а физическая защита увеличена с 37 до 60. Таким образом, лесники с маг уроном его будут забирать быстрее. Также добавили золото за убийство крипов. Дракон красного бафа плюс 15%, большой и малый змей плюс 15% каждый, медведь, жук, малый жук, ящер плюс 10%. И вот немножко про подбор в ранге. Ты многого не жди, друг мой. Система просто будет подбирать как можно больше одноранговых в бой, без оглядки на винрейт и прочее. Что как бы хорошо учитывать, но перегрузить систему. Да и порой, эпик с винрейтом 55% лучше играет мифа с 49%. Потому что не словил звезду под названием Я миф, а значит априори про игрок. Ну а на этом все. Подписывайся на канал, жми лапкой, палец вверх и участвуй в конкурсах. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok